Здравствуйте, уважаемые зрители телеканала Десна ТВ. С вами Татьяна Ионкина. В ближайшие 10 минут о главных событиях, произошедших в новогодние каникулы в городе и области, смотрите в информационном выпуске. Праздничная выставка работ десногорских мастериц, рождественский вечер во Дворце молодёжи, благотворительный концерт в городском центре досуга, сводка ОМВД за прошедшую неделю. Одарённых детей наградили в Смоленске. А теперь об этих и других событиях подробнее. Вот и завершились 10-дневные новогодние каникулы. Все эти дни в выставочном зале Десногорского историко-краеведческого музея работала ярмарка «Лавка чудес», где экспонировались творения десногорских мастериц. Это выставка для тех, кто устал от заводского ширпотреба. Здесь вещи, которые хранят прикосновения заботливых рук и частичку души автора. Изделия, выполненные мастерами своего дела в самых разных техниках, стали отличными сувенирами для родных и близких к Новому году или просто добавили праздничного уюта в доме. Ведь многие экспонаты здесь выполнены в единственном экземпляре и являются настоящими произведениями искусства. На выставке представлены ёлочные игрушки, работы, выполненные в технике декупаж, украшения из полимерной глины, текстиля и вышитые бисером, ручная вышивка, бижутерия, куклы, вязаные, шитые игрушки, предметы интерьера. Десногорцы и гости города могли найти здесь самые душевные подарки и сувениры. С 1 января вступили в силу новые правила оформления ценников в магазинах. Как сообщает сайт Роспотребнадзора, продавцы должны использовать одинаковые, легко читаемые таблички с указанием денежных сумм, с чётко прописанным наименованием товара и его сорта. Ведомство уточняет, что работники магазинов имеют право устанавливать электронные таблички с информацией, допускается использование стендов и световых табло. Третий год подряд десногорцы собираются во дворце молодёжи на рождественский вечер для взрослых «О снег идёт». Именно так называется и песня, открывшая этот традиционный вечер. Рождественские встречи у нарядной ёлки пользуются большой популярностью. В исполнении ансамбля ветеранов «Смоленская Гармония» звучат любимые песни, которые можно исполнить всем вместе, поучаствовать в конкурсах и потанцевать. Я думаю, в этом году будет тоже всё очень прекрасно, весело и интересно. И все вот эти сиденья будут заняты. Здесь рады каждому гостю, ведь чем больше людей, тем шире хоровод, а значит веселее праздник. 1 января 2016 года россияне 67-го года рождения и моложе, за которых работодатели отчисляют 6% с фонда заработной платы на накопительную часть пенсии, лишены права выбора. В 2016 году все взносы идут в страховую. Накопительная пенсия заморожена по причине нарастающих проблем федерального бюджета. 5 января в городском центре «Досуга» состоялся благотворительный рождественский концерт. Подробности в следующем сюжете. Ежегодно такие концерты у нас в Десногорске организовывает Церковь Евангельских христиан-баптистов «Слово Христово». В этом году со своими номерами выступили прихожане церкви, педагоги и воспитанники детской музыкальной школы города, ансамбль «Цыгане» из Курска и два замечательных артиста из города Рословль – Владимир Томашов и Михаил Петраков. Все собранные от концерта средства организаторы передали директору Десногорского социально-реабилитационного центра «Солнышко» Людмиле Шаповаловой. С наступающим Рождеством Христовым пожелать вам благополучия, мира, тепла, добра. И пусть ваши семьи не всегда оберегают Господь. Рождество – волшебный праздник. Благодаря людям с доброй душой у ребят из малообеспеченных семей исполнятся их небольшие мечты. С 1 января 2016 года вступил в силу закон, который позволяет регионам выплачивать пособия на ребёнка только тем семьям, которые будут признаны малоимущими. Причём пособия будут платить ежеквартально. С начала этого года вступил в силу закон, по которому водители имеют право оплатить только 50% штрафа за нарушение правил дорожного движения. Так называемую скидку смогут получить только те, кто оплатит штраф в течение 20 дней после вынесения. Закон не распространяется на тех, кто управлял авто в нетрезвом виде, виновных в дорожно-транспортных происшествиях с пострадавшими, а также на тех, кто превышал скорость более одного раза в год. Кроме того, с 15 января вступает в силу закон, который запрещает управлять авто должникам, накопившим штрафов в более 10 тысяч рублей. О криминальной обстановке в городе во время новогодних каникул расскажет капитан полиции Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 146 сообщений о преступлениях и происшествиях. Из них два сообщения о преступлениях. Зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями. За прошедшую неделю выявлено 215 административных правонарушений, в том числе нарушений правил дорожного движения 178. Задержаны водители в состоянии алкогольного опьянения за управление транспортным средством 8. За нарушение правил дорожного движения пешеходами к ответственности привлечены два человека. Смоленские полицейские отдали свою премию талантливым детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Напомним, в конце 2015 года коллектив ОМВД за создание мемориала солдатам правопорядка, погибшим при исполнении служебного долга, был награжден денежной премией в размере 100 тысяч рублей. Как распорядились полицейские своей наградой, вы узнаете в следующем сюжете. Полученную премию коллектив управления решил передать творчески одаренным детям из малообеспеченных семей, которые волей судьбы оказались в трудной жизненной ситуации. В канун самого волшебного праздника 10 ребят, которые добились в 2015 году успехов в самых различных областях искусства, были приглашены на новогодний концерт для детей сотрудников органов внутренних дел. Им вручили подарки начальник ОМВД России по Смоленской области Михаил Скоков и председатель общественного совета при управлении МВД профессор Леонид Соловьёв. Добраем счастья, благополучия, всего самого доброго. И что в 2016 году сопутствовала удача, принесла вашей семье, ваши дома. Только счастье, благополучие и мир. Надеемся, что полученные премии для детей послужат стимулом для развития их талантов. Температура по области минусовая, местами небольшой снег. На отдельных участках дорог сохраняется гололедица. Главное управление МЧС России по Смоленской области рекомендует соблюдать правила поведения вблизиводных объектов, правила пожарной безопасности, правила эксплуатации электрических приборов и отопительных печей. Берегите свою жизнь и своих близких. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в Единую службу спасения по телефону 112. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna-redtv.ru. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова